Субтитры делал DimaTorzok Не Ола, а Оля. Привет, друзья. Вообще-то я говорю на испанском, потому что мы в столице Феру-Ли-Ме. Не будем тянуть. Орел. Решка. Ты серьезно? Какую уже по счету программу «Я богатая»? Ну научись ты подбрасывать монетку, ну честное слово. Может быть перебросим? Нет. Пока. Лима – далекий экзотический мегаполис, на противоположном конце земли. Разве могли мы обойти стороной город, где жарят морских свинок? Легендарный куй. Гадают на кукурузе, выкладывают узоры из человеческих костей, на ужин едят зубастых чудищ и прыгают с обрыва. Сила. У-ху-ху-ху-ху-ху. Ну что, Лима, есть что предложить? Когда миллионер прилетает в Лиму, его встречает черный Мерседес, красная дорожка и белая игристая. Эй, извините, а дорожка? Аренда машины – 50 долларов в час. Церемония в подарок. Самый дешевый способ добраться из аэропорта в центр Лимы – общественный автобус за 70 центов. Конечно, тяжело отказаться от захватывающей поездки на общественном автобусе. Это дешево, уютный салон с камерной атмосферой, свежий запах перуанского пота, потеря остатков самоуважения. Но я выбрал скучный Аэроэкспресс. Его запустили два года назад. Аэроэкспресс, правда, дороже на 7 долларов, но доставит тебя в центр города в просторном салоне с кондиционером, вай-фаем и не будет подбирать тетушек с сумками на каждом углу. Курс в аэропорту традиционно невыгодный, поэтому меняйте не всю сумму, а только на проезд. Лима – огромный мегаполис. А что вы хотели? Людей в Лиме больше, чем в Нью-Йорке. Если Рио можно узнать по очертанию гор, Париж по Эйфелевой башне, то Лиму можно узнать по крутым обрывам. Привет, тихий океан! Чем ближе к океану, тем богаче район. Здесь ветер приносит свежий воздух. Здесь зеленые парки и квартиры по два миллиона долларов. Чем дальше, тем районы беднее. Там собирается весь смог и пыль, там оползни и бездорожье, там лачуги из шифера и палок. Так живет три четверти мегаполиса. Вся Лима делится на сорок три района. За два дня все не посмотришь. Давайте разберемся, какие из них точно не разочаруют туриста. Район Мерафлорес – самый престижный в Лиме. Здесь все заточено под туристов. Он такой зелененький. Отели всевозможные стоят, гостевые дома. Мерафлорес звучит как цветок, логухает как цветок, а выглядит как букет цветов, поставленный в вазу с тихим океаном. Еще Мерафлорес любит задлиннющую набережную. Она протянулась вдоль обрыва на целых 11 километров. Если не выезжать за пределы Мерафлорес, можно подумать, что Лима – это ботанический сад. Смотрите, сколько цветов! Мы прилетели в Лиму в самое подходящее время – весной. Когда у нас март, здесь сентябрь. Когда у нас только сходит снег, здесь все в цвету. Полюбуйтесь! Район Центра или Старый Город. Прогуляться по нему, как полистать учебник истории. Исторический центр – это вам не хухры-мухры. На площади Де Армас вы сможете получить эстетическое удовольствие. Пройдемте, дамы и господа. Пласа Де Армас переводится как площадь оружия, но скорее это площадь дворцов. Дворец епископа, дворец союза, президентский дворец. Резиденция президента и, собственно говоря, правительства. Но изначально он был возведен для Франциска Писаро – губернатора Новой Кастилии, основателя Лимы, завоевателя Перу и конкистадора. Именно здесь в 1821 году была провозглашена независимость в Перу. Хэштег Антоша Экскурсовод. Пройдемте за мной дальше, группа не отстаем, детишек вперед, пропускаем. В дополнение ко всем громким титулам, Писаро был еще и католическим священником. Кафедральный собор, третье по счету здание в Лиме. Построен все при том же Франциско Писаро. Удивительно, что здесь смешаны и барокко, и готика, и даже элементы эпохи Ренессанса. И выглядит это все максимально величественно и монументально. А вот теперь позвольте познакомлю вас с тем, о котором так долго говорил, собственно, Франциско Писаро собственной персоной. Оставлю вас одних, знакомьтесь. Похоронен Писаро здесь же в своем монументальном детище. И не только он. В подвале собора уцелели катакомбы. А вот собственно говоря и катакомбы, часть оригинальных кладбищ Лимы. Раньше они были при всех церквях. Говорят, только в соборе святого Франциска сохранено 75 тысяч тюрьм. Они же как-то композиционно выложены. Этим кто-то занимался, представляете, и кричат, Эй, Михалыч, дай еще два черепа. Мне не хватает для идеальной композиции. В Лиме по субботам банки работают только до часу дня. Зато есть такие уличные миниалы, которые работают с утра до поздней ночи. Самое время менять деньги – 92 доллара. 300, 300 чуть больше. Спасибо. Где вы еще увидите такое? Это абсолютно официальные миниалы, которые могут обменять причем по очень выгодному курсу. Такое вот миниала-банк офишел. На разнице курсов в городе и аэропорту я выиграл почти 3 бакса. Видишь странный мужичок? На нем доллара значок. Не пугайся, не зевай. Деньги у него меняй. 92 доллара, 300 солей с копейками. Очень выгодный курс. Во всяком случае, гораздо более выгодный, чем в аэропорту. В колониальные времена Лима была самым богатым городом Латинской Америки. Здесь проживали сеньор, сеньори, так что по сей день в Лиме считается самым элитным жильем – это старые виллы. И в одну из таких вилл я поселюсь. Это район Баранка – самый богемный в городе. Так повелось еще с 19 века, когда аристократы Лимы называли себя Лименьо. Моя прелесть. Так-так, не-не-не, слушайте сюда. Знаю, сейчас начнется вот это у вас в комментариях. Это вообще не старая вилла, это какого-то дачи олигарха. Нет, она старая, она 1920 года. Да она просто реконструированная. Вон, посмотрите на ту. Она была бы точно такой же, честно говорю. Вилла Баранка и резиденция президента Перу – творение одного архитектора – Рикардо де Яхо Малаховски. В следующем году она отметит 100-летний юбилей. Это вилла Баранка. Здесь 9 люксовых номеров. Но так как я арендовала их все, теперь это вилла Антибола. Сразу при входе – маски перуанских индейцев. Испанцы их вешали как местный сувенир. Так как я уже опытный турист с золотой картой, знаю, что самые лучшие номера наверху. Огромные окна, высоченные потолки, зеркала на всю дверцу деревянного шкафа. Богатые колонизаторы не жалели денег на свои виллы. Уууу, красиво! Посмотри, какая ванная шикарная. И тут окна есть на потолке. Я просто в восторге! Сколько здесь антиквариата! Посмотрите на это зеркало. Иди сюда! Скорее, Олег! Уууу! Здесь виден океан. Боже, какая прелесть! Я бы здесь собиралась с друзьями, мы бы смотрели на океан. Для тех, у кого нет денег на виллу конкистадоров, прямо в районе Мерафлорес есть хостелы. Буэнос диэс. Я тут рюкзачок положу. Всего 9 долларов за койку с завтраком. Но вообще, для таких денег очень и очень неплохой хостел. Смотри, все есть. Туалет, ванная комната, сейф, люстра в виде сот, две мухи и добротная кровать. Я сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я с уверенностью могу сказать, что либо это мегаполис. Пробка! Двести метров за двадцать минут. Ну, а что вы хотели? В Лиме на 10 миллионов жителей всего одна ветка метро. Поэтому все на собственных машинах толкаются в пробках и постоянно опаздывают. Здесь даже придумали специальное название по зданиям – Перу Виан Тайм. Вроде, извините, у нас это нормально. Для богачей на машинах пробка – это проблема, а вот для бедных пешеходов – это возможность увидеть бесплатное уличное представление. Пока машины стоят, на дорогах Лимы парни танцуют перед туристическими автобусами и собирают деньги из окошек. Через час в тянучке я приехала на главное место отдыха жителей Лимы – на пляж Лос Юйос. Всего 50 минут в пробках и я утихала. Океана! Как нас тут… Лима – мегаполис пляжей. В черте города их штук 50, не меньше. Ну такое, честно говоря, я ожидала, что будет как-то по-океански, что ли. Да и чего вы все вообще на один пляж-то собрались? Тихий океан – он же огромный! Чей грязный! В Лиме хоть и много пляжей, но все они с галькой. Песчаных всего парочка и, конечно, все отдыхающие именно на них. Нет, ну это же надо 50 минут по пробкам сюда ехала, чтобы увидеть такой плохой пляж. Ну ничего, я найду хороший. Это, наверное, где-то за городом, да? Ну и все, прямо сейчас возьму и поеду за город. Так, а пробки ж. А я полечу! Полечу! Только ноги помоешь. Полечу! Все советуют в Лиме сходить на местный рынок Ла Парада. Я решил добраться к нему на метро. Лима лежит в сейсмоопасной зоне. Тут землетрясение – такое же обычное явление, как для нас гроза. Из-за опасности завалов почти все станции метро открыты. Ооо, как в Японии. Человекозапихиватель. Человек, которому платят деньги за то, что он щупает нас. Метро в Лиме новенькое, но неудобное. Как уже говорили, всего одна ветка. А еще метро очень рано закрывается – в 6 вечера. Поезда ходят редко – раз в 15 минут. От этого тут постоянная толкучка. Как здесь хорошо, прохладно, комфортно. Чувствуешь, как потом Киев пытается выпихнуть тебя из поезда. Интернет советует пользоваться не подземкой, а автобусами БАС Метрополитана. У них большая сеть, для них выделена специальная полоса, поэтому в пробках они не стоят. Но я не посмотрел в интернет. Не повторяйте моих ошибок. Все, моя остановка. Я деформирован чужими человеческими телами на Висловле. У-у-у, очень личное пространство. Приехал в район Гамара и тут сразу другая Лима. Оживленная, живая, кричащая, с специфическими запахами, с криками «покупаю, продаю», Куда ты с моим кошельком прохиндей? Интересно. За шум и колорит в Лиме отвечает рынок Ла Парада. Рынок Ла Парада местные называют ведьмин рынок. Ведьмы на метлах тут не летают, здесь продаются разные травы и снадобья. Вот мешок пчелиной пыльцы, гигантский алоэ, горы сушеного острого перца, из еды знаменитое блюдо перуанских индейцев куй или жареная морская свинка. Для индейцев куй был не только едой. Морских свинок приносили в жертву и гадали на их внутренностях. А еще считали, что свинка может забрать на себя болезни человека. Тот самый легендарный куй. Именно отсюда пошли поговорки куй-куй пока горячо. Куй это не только ценный мех. Родители, когда ребенок не доедал, вот это самое животное кричали ему, что ж ты не съел никуя. Вот он. А вот продают целебный перуанский чай – эмальенте. Девчонки, привет. Будем оздоравливаться. Какой у него состав, да вот все, что на прилавке в него и входит. Отвар из жареного ячменя и добавки. Хвощ, люцерна, подорожник, пиумус, ункария, ируанский женьшень, кротон, имбирь, алоэ. Приятного аппетита! На вкус как очень горький травяной ромашковый шалфеевый чай. Очень горький, невероятно. Говорит, очищает организм, очищает все органы, да? Индейцы использовали эмальента как мочегонное. Спасибо, дед. А теперь познакомимся с главным шаманским снадобьем. Это листья куста коки. Ее продают в огромных мешках. Лист коки тысячи лет назад жевали индейцы, которые жили высоко в горах и страдали от низкого давления. В этих листьях содержатся вещества, которые убирают сонливость и головную боль. Кока, витамина? Кока? Три. Хамадь? Хуанта Коста? Хуанта Коста? Три. Три. О, во имя достопочтенного Пабло Эскобара. Беру. Витамина. Ради этих витаминов люди в Перу едут. Самый богатый на кальций растительность. Самые витаминки. На рынке ведьм можно недорого погадать. Местные считают, что болезни, бедность и даже потекшие трубы – результат колдовства. Поэтому все проблемы в их жизни решают шаманы. Есть гадание на кофейной гуще, есть гадание по рукам или на картах, а здесь гадание по листьям коки. Да-да, той самой. Да-да, простите, простым. И вот сейчас эта милая бабушка как раз погадает меня. Как тебя зовут? Антон. Что узнать хочешь? Про работу. Для бабушки листья коки – как гадальные карты. Только вместо рисунков – трещин, прожилки, прожилки и пятнышки. По их комбинациям она каким-то образом читает судьбу. Это то, что я хотела узнать про работу. Девочка у тебя есть. Все-то вы знаете. Как девочку зовут? Оля, Оля. Вы не пара, у нее есть другой мальчик, но вы все время вместе. Она все знает. У вас очень милые отношения. Спасибо. А можно одну у вас взять? Эти листья нельзя трогать. После гадания на листьях бабушка предложила погадать на кукурузе. Кукурузное гадание происходит по такому принципу. У бабушки есть три главные семечки, которые символизируют здоровье, работу и личную жизнь. Она их разбрасывает и смотрит, в каком положении они выпадут. Вот проблема с животом. Перуанская бабушка работает в лучших традициях наших экстрасенсов. Говорит, что у тебя есть проблема и чтобы ее вытянуть нужно провести обряд с помощью куя – морской свинки. Это стоит 250 солей – 75 долларов. Спасибо, бабушка. Справлюсь как-нибудь без куя. Чтобы попасть на райский пляж, нужно выбраться из Лимы. А чтобы сделать это быстро и без пробок – миллионер должен взять аэротакси. Богатые жители Лимы экономят свое время. Ну и я не из трущоб. Для богачей Лимы аэротакси давно не развлечение, а обычный способ передвижения. Он экономит кучу времени, но и стоит кучу денег. За каждые 20 минут платишь 120 долларов. По-моему, где нет. Партонная дверь. Очень холодно. Понятно. Это немного для меня. Я думаю, что я полагаю до скорогоа. Папуло! Папуло около 20 месяцев! Папуло! Да, преселимся! Папуло! Ап! Капа! Н loc qa?! Район Азия находится в ста километрах от Лимы. Сюда сбегают на выходные столичные мажоры. Ну вот же оно! Вот так вот должен выглядеть океан! Чистый бережочек, мало людей, волны, ветер. Ребята, я в тихом океане! Водичка теплая, стадионная. А знаете, чем море отличается от кеан? Это просто… Лима – это не только столица Перу, но и кулинарная столица Южной Америки. В последние годы тут как грибы повырастали рестораны высокой кухни. Я в ресторане «Центр». Два года подряд занимал пятое место среди лучших ресторанов мира, но в этом году что-то подкачал, занял шестое. Перуанская кухня удивительно разная. В ней смешались кухня инков, индейцев кичуа и аймара, испанцев, даже японская и китайская кухни. Концепция этого ресторана в том, чтобы готовить блюда из ингредиентов, добытых в Перу на разной высоте над уровнем моря. Что классно в этом ресторане. Мне не нужно выбирать. Мне принесут все меню. Вот это я наемся. Это закуски. Продукты, добытые на десяти метрах ниже уровня моря. Здесь филе морского черенка. Рядом тартар из морских уточек Персевиш. Сушеная мякоть пиур и водорослевый фреш. Есть проблема. Я ничего не поняла, что он сказал. О, оно такое… А как его взять? А точно? Может это декоративное? Мне кажется, что я сейчас живое что-то очень сильно мучаю, судя по звукам. Потому что когда я пытаюсь схватить, оно такие… Может это вот эта штучка съедобная? А как есть? А где вилка? Он сказал макать. Оно течет. Что это? Это фрукт. Оно острое, параллельно кислое, параллельно сладкое. А это тартар из морских уточек. Вот так они выглядят в природе. Его перемешивают с чернилами каракатицы и мажут на лепешку из сушеных моллюсков пиур. Первое впечатление, что я ем грибы. А потом раскрывается вот вкус морской воды, соли. Но это вкусно. Дальше. Больше. Мне начали выносить блюда с ингредиентами из разных регионов Перу. Одно другого страннее. Это блюдо из того, что растет на пустынных берегах Тихого океана. Пирожное из плода кактуса. Сладкая кактусовая севиче. И карамелизованная водоросль юва. Тут продукты из высокогорий Анд. Клубни перуанской настурции с тартаром из утки. Визуально похоже на очень старую морковку, которая видела жизнь. По вкусу это сено напоминает лук фри, жареный лук, а внутри заварной крем. Дальше до рыбосей на Амазонке. Мякоть кремового боба, настойка плодов пальмы урунгауи и филе гигантской рыбы арапаймы. Продукты из горных джунглей. Хлеб из клубни и дали-дали и кремы из томатного дерева и купуаха. Салат из кальмара, бобов дерева уаранга и саргасовых водорослей. Миц из авокадо, морского ежа и тыквы лорча. Черный маис, зерна амаранта и котлетки из кукурузы куста. Горный картофель, запеченный в глине. Мус из амазонской креветки, зеленого банана с вяленой свининой. Но самое странное и пугающее блюдо – вот это. Чешуя пираньи на корне юбки и каплями сока фрукта кокона. Во-первых, это рыбьи бошки. Во-вторых, это пиранья. В-третьих, посмотрите какие у нее острые зубы. Безвкусная кожа, потому что она выжарена очень сильно. Так что кукуруза на вот это чипсина играет очень большую роль в этом маленьком блюде. Честно говоря, у меня бабушка так и любит рыбьи бошки. Вот она посмотрит программу и скажет мне – ой, ну как ты могла вот эту рыбью бошку-то и не попробовать. Поэтому бабушка для тебя. Миссия выбора. Сырая абсолютно рыба с острющими зубами и толстенным языком. Мой ужин можно назвать игрой в съедобное несъедобное. Как понять, что тут надо есть, а что элемент декора? В этом ресторане за один только ужин получаешь колоссальный экспириенс. Ты сначала погружаешься на глубину океана, а потом резко в горы, в небо, потом опять вниз, потом опять вверх. И все это новые вкусы, новые впечатления. И ты гадаешь половину, ты не знаешь вообще, что ты пробуешь. Это эмоции, которые однозначно стоят этих денег. Я все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи. Сегодня я пораньше ложусь спать, но просто обязан быть информативным напоследок. Ну а кто еще? Не Оля же. Поэтому рубрика «Сонные факты». Вы знали, что родина картофеля не Беларусь, как многие думают, а Перу? Его здесь более четырех тысяч видов и половина из них ядовитые. А еще Лиму постоянно трясет от землетрясений почти каждые десять лет. А еще Перу самый большой производитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Привет. Ой, мне уже пальчики размокли. Значит, пора выходить. Но тебе, друг мой, в первую очередь. Пожалуйста, прошу вас, скоро буду. Часто-часто. Самый популярный парк в Лиме – это парк Кеннеди. Здесь все как в обычном парке, кроме одного. Самые его любимые обитатели – это вот такие коты. Я уже обмазался сухим корном и натерся валерьяны и готов к общению. Почему же именно этот парк так понравился перуанским кошкам? Местный священник начал прикамливать бездомных кошек. Люди восприняли это как призыв к действию и стали приносить их сюда. В результате на данный момент в парке Кеннеди более 50 котов и кошек. Да, если вдруг будете в Лиме, знайте, что тут котов зовут не кс-кс-кс, как у нас, а Мичи-Мичи-Мичи. Извините, вы здесь работаете или вы волонтер? Нет, это моя работа. И вы покупаете им еду за свои деньги? Да, с утра я сама покупаю им корм. А вечером их кормят на деньги, которые дают президент и правительство. Нормально так устроились, да? Знаете, я хоть и кот, который гуляет сам по себе, но каждый из нас мечтал, чтобы его приютила хорошая, добропорядочная перуанская семья или хотя бы проявила нежность. Поэтому хочу стать котом. А кто мне помешает, если я решил? Фештег «Антоша» становится канонным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погладьте меня, пожалуйста. Я уйду от вас, конечно. Конечно, не дружелюбно, непробивная. Действительно, если вы хотите среди всей вот этой городской суеты и шума мегаполиса просто хотя бы немного расслабиться, побыть самим собой, приходите в этот парк, пообщайтесь друг с другом, просто посидите, посмотрите на деревья, погладьте котов и сразу станет как-то легче. Ну, а я пошел дальше, я кот, который гуляет сам по себе. Ну, погнали. В столице Перу для туриста найдется не одно экстремальное развлечение. Как же это круто! Сёрферы на гребне волны Тихого океана! Клима считает одним из лучших мест для сёрфинга в Южной Америке. Представляете, первый чемпионат мира по сёрфингу провели именно здесь еще 55 лет назад. Холодное перуанское течение и сильные ветра постарались, чтобы здесь на пляже Макаха были регулярные, спокойные и длинные волны. Идеальный тренажер для новичка. Я тоже хочу стать частью вот этого океана. Прямо на побережье стоят палатки разных школ сёрфинга. Сколько стоит самая дешевая доска? В аренду? 30 соли. Экипировка и борт стоят 30 соли на весь день. То есть около 10 баксов. Может, есть и дешевле. Сколько стоит доска? Окей. Так. 25. Сейчас дойдем до того, что они мне будут должны. Здравствуйте. Сколько стоит доска? 20 солей. Это с костюмом? Да. 20 солей за всё? Да. 20 солей – это 6 долларов. Если хочешь взять инструктора, доплати ему еще 20 баксов в час. Но зачем? Я уроки сёрфа по интернету смотрел. Самый долгий официально зафиксированный проезд на одной волне составляет 3 часа 55 минут. Этот рекорд принадлежит 13-ти кратному чемпиону Панамы Гарри Сааветро. Пришло время пролучить этого мерзавца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, а считаешь ли ты серфером, если ее здесь на серфе? Со стороны волны кажутся маленькими и спокойными. Но когда ты в воде – ощущение, что ты в барабане стиральной машинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень мощное экстремальное приключение за, кстати, небольшие деньги. Жалко, что я не умею серфить. В следующий раз надо не пожалеть денег на инструктора и хотя бы один урок. Лима стоит на высоком крутом обрыве и обдувается сильными ветрами. Так что здесь, прямо в центре города, можно найти себе улетное развлечение. Прыгнуть с парапланом. Новички тут летают не сами, а в паре с опытным парапланеристом. Как вас зовут? Мартин. А сколько вы уже летаете? 15 лет. А вообще с этого места люди прыгают больше 25 лет. Это идеальный трамплин. Ты всегда немного волнуешься, когда прыгаешь с обрыва. Но несчастных случаев не было. Мы парим медленно, как орлы. Не делаем акробатических трюков. Так что будь спокойным. Я почти готова к прыжку. Даже страшно посмотреть, откуда все-таки придется прыгнуть. Вместе с морскими волнами на склоны накатывают и воздушные. Сначала ты падаешь, но потом восходящие потоки воздуха поднимают тебя в небо. Но ветер должен быть сильным. Если ветер слабый, ты прыгнешь, но полетишь не вверх, а вниз. И тут мне стало страшно. Один за другим люди пытались поднять парашют, но он падал из-за слабого ветра. А как мы поймем, что ветер достаточно сильный? Для этого есть специальный прибор, анимометр. Когда он покажет, что скорость ветра хотя бы 17 км в час, можно лететь. Во мне боролись два чувства – и полететь хочется, и упасть не хочется. Где же этот ветер? И вдруг все начали разбегаться. Не летим. Все, на весь день. Ветра сегодня не будет. Не летим. Я так расстроилась. Я так хотела посмотреть на город, но с ветром не поспоришь, и даже золотая карта здесь не поможет. И все же спасибо тебе, Лима, за утешительный приз. Незабываемый закат. Чтобы найти 100 долларов в Лиме, идите в парк Чуриос. Ищите огроменную надпись с таким же названием – Чо-ри-йос. Бутылка забралась под первую букву. Удачи! До приезда в Лиму никогда бы не подумал, что это стоящее направление для туриста. А тут тебе микс из традиций индейцев. Это очищает организм. Испанских красот и экстремальных недорогих развлечений. Лима звезд с неба не хватает. Но тем, кто любит неизбитые направления, обязательно стоит сюда приехать. Ну вот же оно! А как есть? А где вилка? Эй, Михалыч, дай еще два черепа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сладкий, ты мой забравшийся котеночек. Держи. О, и меня давай. Здравствуй, как я тебя рад видеть. Слушай, если сказать, что Лима для меня – это как вот этот кот. Уютная, домашняя и ставшая какой-то своей. А как твоя Лима? Нормально. Ну, судя по всему, твой уикенд прошел гораздо интереснее, чем мой. До встречи! Это были Орел и Решка Мегаполисы. Пойдем. Кстати, ты же можешь сегодня стать покровительницей котов Лимы. Может быть пожертвуешь, Ленюшку? Я ненавижу жертвы!